Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Всю неделю я обрабатываю свои теплицы и снимаю видеоролики. Все, что я делаю, я вам показываю. Если кто смотрел с самого начала, те помнят, что я рассказывала, что обработки бывают мягкие, щадящие, потом пожестче и совсем такие крутые, которые убивают все живое. Вы уже знаете, что есть термические обработки и химические. Термические это когда кипятком проливаем грунт, но я сейчас именно про грунт имею ввиду. Термические это когда мы кипятком проливаем грунт. Во время вот такого проливания кипяченой водой больше половины всех вредоносных бактерий и насекомых погибают. А химический это когда мы используем какие-то препараты. Вот вчера я показывала марганцовку, сегодня я буду показывать медный купорос. Это более сильный уже фунгицид в отличие от фитоспорина, от марганцовочки. Тут написано, медный купорос, фунгицидное средство применяется в ремонтно-строительных работах для борьбы с плесенью, паршой, гнилостными грибками и другими грибковыми заболеваниями. Вот если вы прольете землю медным купоросом, то все что осталось с прошлого года, и фитофторос, и кладоспориоз, и все-все-все грибковые заболевания, ой, эти грибковые споры погибнут. Но в каких случаях нужно его применять? Зачем нужна такая жесткая нам обработка? Сейчас я расскажу про свой случай. Вот там, где я сеяла капусту в теплице, я сразу сказала, что мне там жесткая обработка не нужна, там достаточно кипятком полить, и можно сразу сеять. И все знают, что не рекомендуется 2 или 3 года подряд в одной и той же теплице выращивать томаты. Там волей-неволей накапливается вся эта фитофтора, и все на свете. Но у меня маленький участок, 6-7 соток, ну 7 общий, за вычетом всех построек 6 где-то. И я каждый год в одной и той же теплице выращиваю томаты. Вот именно в этой. Поэтому я вам сейчас могу показать, что здесь и почва другая. Явных вспышек фитофторы не было, но все равно я вот зашла, какая-то зеленая плесень, внешний вид почвы меня не устраивает. И так как я снова буду сеять здесь томаты, и опасаюсь, что все-таки здесь могут быть грибковые заболевания, я буду обрабатывать медным купоросом. Так как лейка у меня железная, но металлическая, а при работе медным купоросом не рекомендуется металл использовать, я развожу заранее. Одну столовую ложку на 10 литров воды, вот сухого порошка купороса, я развела сначала в баночке вот такой, а потом вылью в эту лейку. Воду набираю как можно горячее, вот насколько горячую можно мне донести до теплицы. И вот при этой обработке я совмещаю и термический способ обработки, и химический, то есть у меня вот этот сильный препарат фунгицид, и еще кипяток, и всем этим я поливаю почву. Можно, конечно, просто опрыскать, делать опрыскивание, как при заболевании фитофторой, но я поливаю почву, потому что опрыскивать дольше, прям вот этой горячей водой. Верхний слой смачиваю, я еще раз говорю, что я не высчитываю норму расхода, мне главное, просто поливаю, как при обычном поливе в огороде. Смачила почву, для усиления эффекта, вот при термических способах, и когда просто поливают кипятком, если кипяток, например, с медным купоросом, для усиления действия его, можно закрывать пленкой полиэтиленовой. Я иногда закрываю, иногда просто. Вот когда без медного купороса, то лучше закрыть, чтобы создался эффект сауны, тогда они сильнее там погибнут. Но так как медный купорос сам по себе сильнодействующее средство, то здесь даже и без пленки, смочив вот эту почву, все грибки я убью. Единственное, если вы решите воспользоваться этим способом, если у вас такая ситуация, что в прошлом году была фитофтора, или второй год приходится садить одну и ту же культуру, вы можете обработать, но нужно сделать это не позднее, чем за полмесяца до высадки сюда рассады. Две недели. Зачем две недели? Во-первых, оно сейчас все убьет, земля должна прийти в себя от такой агрессивной обработки. А во-вторых, через недельку, там дней через 6-7-8 можно желательно все-таки полить еще раз фитоспорином. Сейчас объясню почему. Потому что вот эта обработка, она может убить и хорошие негативные грибки, и те, которые нам нужны, как положительная микрофлора. И земля у вас, как вам объяснить-то, останется вот без этих полезных микробов. Для того, чтобы заселить сюда полезные микробы, чтобы восстановить микрофлору вот этой земли, нужно полить фитоспорином, накрыть пленкой и подождать, чтобы споры поработали, восстановить вот этот фон нашего грунта. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Сейчас мы убили все, и хорошее, и плохое, а потом хороших нужно подселить, и тогда у вас будет прекрасные условия в теплице. Только хорошие положительные грибки, которые даст нам фитоспорин, без вот этих всех негативных грибковых заболеваний. Мы отсортируем, мы сначала всех уберем, потом хороших поселим. Все. Вот этот еще один из способов обработки теплицы. Способов очень много. Я вам уже рассказывала, и уже начали поступать вопросы, зачем вообще обрабатывать, если мы не видели в прошлом году признаков заболевания. Я потом специально сниму отдельный ролик, когда все способы покажу, зачем обрабатывать, и нужно ли обрабатывать, если нет никаких признаков заболевания. Обрабатывать нужно, для этого есть свои причины, которые специалисты нам озвучивают, и вдумавшись в какие, вот так логически помыслив, вы поймете, что обрабатывать все-таки нужно. Хотя бы вот такой легкой профилактической обработкой, марганцовочкой, все равно надо. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Мне сильно некогда разговаривать, я пошла работать, а вы выбирайте тот метод, который вам подходит для вашего случая. Желаю вам успехов и в обработке, и в посевах, и в выращивании рассады, и в получении урожая. До свидания.